Ранее в блоке ProRender мы с вами собрали сцену, в которой изучали, как выводить из рендера дополнительный Image Plane или рендер пассы. Если вы еще не сделали эту сцену, то обязательно сделайте, потому что сейчас мы будем эти пассы в композитинге собирать обратно в готовый рендер. Также я вам советую во время рендера поднять немного качества с помощью сэмплов. Для этого идем в Rope ноду, раздел Rendering, Sampling и поднимаем Pixel Sample. Поставить можно от 6 до 8. И у нас получается такая более чистая картинка. Также я немного модифицировал сцену, я добавил текстуру на Background. Я просто добавил ноду UV Unwrap с дефолтными настройками, UV Transform, чтобы у нас текстурка была поменьше, и Quick Shade. И больше ничего, собственно все просто. Возвращаемся сюда, и у меня получился вот такой рендер. Какие пассы у нас есть в этом рендере? Идем в раздел Extra Image Planes, и у нас тут включен P, это глобальная позиция, PZ, это расстояние от пикселя до камеры. Shading Normal, это Normale, Geometry, и Combined Light, которые нам дают два пасса. All Diffuse и All Reflect. Их может быть намного больше, если у вас более сложный шейдер, но нам хватит и столько. Вы, наверное, заметили, что в All Diffuse отсутствует текстура заднего фона, хотя она здесь должна быть. Но все дело в том, что там более простой шейдер, который не выдает эту информацию, он просто не настроен. Но благо он нам особо и не нужен, поэтому я это исправлять не буду. Теперь сохраняем этот кадр правой кнопкой мыши Save Frame. Ну, вы, конечно, понимаете, что нужно на самом деле настроить мантра ноду, вот здесь путь, нажать рендер, чтобы туда посчиталось. Я делаю это для скорости. Теперь укажу папку, куда это дело сохранить. Accept, копируем путь и сохраняем. Есть. Теперь отправляемся в композный контекст. Image. Создаем здесь Image Network. Ноду File. Вставляем сюда путь. Идем во вкладку Composite View. И вот он наш рендер. Мы точно так же можем переключаться между разными Image Plane. Сейчас у нас PZ белый, потому что произошла автоматическая корректировка. Мы ее отключаем. Можем самостоятельно подкорректировать. Вот такие там данные находятся. Идем дальше. All Diffuse. All Reflect. Позиция на месте. И Normal. Опять внизу автокоррекция происходит. Выглядеть она должна вот так. Ну давайте вот такой рендер получим из пасов. Сейчас у меня всего два паса. Это достаточно просто. Но если у вас более сложный шейдер или более сложная сцена, то сборка может занять некоторое время. Делаем ноду Channel Copy. Кидаем это сюда. Выбираем. Таргет у нас C. Color. А Source будет All Diffuse. И вот тут мы получаем вот такую картинку. Копируем это дело. И на второй у нас будет All Reflect. Вот они. Теперь делаем композит. Первый, второй через плюс. Запомните, что соединение всех пасов происходит через плюс. Единственное, что у нас задника нет. Но мы можем его всегда подставить или из оригинала, или вообще какой-нибудь другой. Давайте достанем его из оригинала. Делаем снова композит. Первый вход у нас Foreground. Это вот эта штука. Второй вход Background. Ну и маску берем отсюда же. Это будет у нас наша маска, которая называется Mask R, например. Получили. Если посмотрим сюда и посмотрим сюда, мы увидим один и тот же результат. Но вот здесь в конце у нас собраны пасы, а не готовый рендер. Мы можем, скажем, добавить Color Correct вот сюда. И домножить цвет на какой-то другой. Мы получаем красную сферку. Ну давайте, собственно, это и сделаем только с использованием маски. Где у нас маска находится? Вот здесь маска. И это у нас M1. Ну, любой канал, они одинаковые. Есть. Подкрасили. Заметьте, что я это делаю до того, как добавляю Reflection. Так, и нам нужна обратная маска. Invert. Для того, чтобы покрасить остальную часть. Так, ну так, не очень удобно. Давайте эту штуку заберем в Diffuse. M1. Так, инвертировали, получили вот это. Но все остальное нам нужно сделать снова черным. Для этого мы сделаем Compose в режиме Multiply и домножим как раз на ту маску. Давайте ее тоже достанем, чтобы визуально видеть. который называется маска. Вот на эту штуку. И получаем вот такую. То есть было вот так и стало вот так. Инвертированная маска. Еще один Color Correct. На этот раз маску берем отсюда. И это будет из RGB. Вот так. Только вместе, чтобы работали. Так. Этот тоже в красный красит. Но нам не нужно в красный. Мы, скажем, делаем в желтый. Так. Потом добавляем блики. Добавляем задний фон. Вот такая примерно история у нас получается. Теперь вот в этих двух нодах мы контролируем цвет диффузный нашего объекта с помощью масок. Ну что ж. На этом завершающем уроке про пассы мы посмотрели, как рендерные пассы собираются. Пример, конечно, очень простой. Здесь даже есть некоторые недочеты и косяки. Но не в этом суть. Мы разобрали с вами саму технику создания рендер-пассов и рассмотрели, как они могут использоваться в композитинге. Более детальную информацию вам лучше изучать в соответствующих курсах по композитингу. Когда вы поймете, как собираются рендер-пассы, вы станете лучше понимать, как правильно их рендерить, чтобы впоследствии не было проблем на композе. И на этом с пассами мы завершаем. Небольшим бонусом рассмотрим еще один эффект. Это глубина резкости. Как это реализовано в Гудине. Для начала нам нужно сделать ноду Defocus. Она, собственно, делает размывку. Если мы сюда посмотрим, вот он наш Defocus. Но он размывает все равномерно. А нам нужно размыть только ту часть, которая не попадает в фокус. Для этого нам нужна маска размытия. у нас есть такая нода Depth of Field. Подключаем сюда. И как бы ничего не происходит, но на самом деле у нас создается новый plane, который называется M. Вот он. Он использует канал PZ для того, чтобы рассчитать маску для дефокуса. Но сейчас тут происходит что-то странное, потому что у нас PZ несколько изменился. давайте возьмем источник из оригинала. Вот так. Теперь другое дело. Мы видим, как выглядит PZ. Если вот так отключить, здесь более правильная версия канала Z. И здесь мы можем настроить дистанцию фокуса. здесь нужно учитывать, что черное это минимальное воздействие нашего дефокуса, а белое это максимальная размывка. Так. Настраиваем так, чтобы наша сфера была максимально черной, а все остальное размывалось. Так. И кидаем сюда. Теперь смотрим сюда. Идем в маску и выбираем M. Вот она. И не забудьте поставить Per Pixel DeFocus. И теперь остается только настроить силу дефокуса. Видно, что задний фон у нас размывается, а то, что попадает в фокус, то есть вот здесь мы это можем увидеть, то, что черное, оно размывается минимально. получаем вот такую картинку. Как видите, если постараться, приноровиться, то в Goudini можно делать полноценный композ. Конечно, здесь есть не все привычные сегодня инструменты, но самые основные функции Goudini делать умеет. дефект. Спасибо за субтитры!